Очередной ценный груз получили жители подшефного Тверской области города Бердянска. На этот раз адресаты – хвостатые обитатели одного из запорожских приютов для бездомных животных. Для них была отправлена большая партия вакцины, благодаря которой несколько сотен собак будут защищены от ряда специфических заболеваний, в том числе бешенства. Для жителей Бердянска подшефной Тверском региону территории неоднократно отправлялись гуманитарные грузы с продуктами, канцелярией, техникой, строительными материалами и многим другим. При формировании очередного гум-конвоя не забыли и о братьях наших меньших. Недавно там возникла острая нужда в вакцине для плановой иммунизации животных из известного в Бердянске собачьего приюта общественницы Валентина Мамай. И здесь тверичане вновь пришли на помощь. Спасибо нашим благодетелям за вакцину еще раз. Мультикан-8. Пойдет она по назначению. Особенно это ценно. Бешенство, элептостероз, тентерит. Такие распространенные заболевания. Напомним, что еще летом при поддержке правительства Тверской области волонтеров, а также депутата Тверской городской думы Дмитрия Нечаева, для Бердянского приюта было отправлено несколько больших мешков корма, поводки, ошейники и другая экипировка. Теперь подопечные Валентина Мамай не только накормлены, но и защищены от целого ряда опасных заболеваний. При содействии правительства Тверской области, структур правительства, я считаю, государственная инспекция по ветеринарии, руководителя госветинспекции, его сотрудников, был выделен определенный резерв, более 300 доз вакцин, которые и были благодаря, в том числе и волонтерам, и там еще и другим структурам, были доставлены. Потому что одно дело выделить, а другое дело еще надо туда довести. Это все-таки достаточно большое расстояние передать ей. Но вот весь этот процесс удалось наладить. Я рад, что у меня тоже получилось в этом поучаствовать. За оказание шефской помощи Запорожью, поддержку его жителей, в том числе и четвероногих обитателей Бердянска, временно исполняющий обязанности главы ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, выразил благодарность всем активным участникам этого процесса.